Разноцветное небо, яркие огни и громкие хлопки. Новогоднюю ночь без салюта уже не представить. Хотя в этом году самому удастся зажечь разве что бенгальские огни и хлопушки. Если хочется чего-то большего, то добро пожаловать в специальные места. В Казани это 4 локации для запуска пиротехники. Иначе штраф 4000 рублей. Согласитесь, лучше потратить их на такси, да еще и останется на годовой запас бенгальских огней. Но даже добравшись до одной из точек X не стоит расслабляться, ведь здесь придется поиграть с огнем. Зрителей лучше отвезти на 20, а то и 50 метров от места запуска фейерверка. Запускать салют должен только взрослый и трезвый человек. Синтетическую одежду лучше исключить. Сейчас мы запустим. С появлением искры нужно сразу же покинуть место ее дислокации. Кстати, если салют не запустился, то лучше переждать минут 10. Прокованный фейерверк может сработать с задержкой. А вот у них браков и задержек быть не может. Компания Александра Островского запускает городские салюты больше 10 лет. Их обоймы перевозятся спецмашиной, а подготовкой залпов занимается целая бригада. Безопасность здесь превыше всего. В центре города очень сложно работать. Почему? Ну, потому что безопасных расстояний тут нет. Понимаете? Реально. А как вы уходите из ситуации? Ищем что-то, как-то куда-то приглашаем в другое место. Чтобы Новый год не омрачился ЧП, если вы, конечно, не профессионал, то лучше воспользоваться обычными бенгальскими огнями, ну или хлопушками. Слават Мухмадуллин, Денил Филатов. Так, кстати, делать нельзя. Слават Мухмадуллин, Денил Филатов. ТНВ Казань.